Я хочу продолжить наш вопрос, может ли христианин встречаться или вступать в брак с нехристианином? Правильно ли это? Потому что они общаются в школе, общаются с друзьями, в институтах, в учебных заведениях, в разных, и они находят людей симпатичных, красивых, обеспеченных, и как правильно ли это, когда соединяется эта семья? Ну тут я подметил, встречается сначала, а потом вступает в брак. Насколько это правильно? Очень сложный вопрос, почему? Потому что у меня есть такой опыт, я знаю одного брата, который начал просто дружить с одной девушкой, которая приходила на служение в конце концов. После этого они поженились, у них благословенная семья, дети в церкви, и все радовались. Но это за мои 37 лет единичный случай, за который я лично знаю. В большинстве случаев это оканчивается печально, почему? Потому что люди не до конца понимают, что они идут, ввязываются в это упряжку с неверным. Как апостол Павел говорит, это оканчивается чаще всего плачем. Поэтому я думаю, что это очень опасно, если человек на это решается, он очень рискует оказаться вне церкви, оказаться вне спасения. Иногда бывает такое, что личный опыт, он говорит или она говорит, вот я буду ходить на собрания, вот я буду верующий. То, что ты соблюдаешь, праздники, которые ты соблюдаешь, я тоже буду соблюдать, я вижу это правильно. Из вашего личного опыта, как Мирослав сказал, он идентичный случай знает, который до сих пор люди в браке, и слава Богу, все хорошо. Из ваших опытов, насколько это правильно, насколько люди живут счастливы действительно в браке, после того, как он вступил или она вступила с ним, будучи одна сторона верующей, другая неверующей? Я бы был в этом плане очень категоричный, потому что Павел прямо, говорит, в первом послании Коринфянам, в седьмой главе, жениться или выходить замуж, только в Господь. Если вы поставили вопрос, христианин берет не христианку, нет, это однозначно, тут не может быть, а может быть, а если. Другой вариант вы предложили, или кто-то, или Мирослав, что я, ты сказал, я буду делать все. Так начинай делать. Почему вперед замуж выйти, а потом я буду делать? Нет. Нет. Если мы, как христиане, понимаем, что прежде всего Царствие Божье, а потом жениться, так начинай делать. Если ты не знал или ты не знала о вот этом пути, ты внимательно расспроси. Христос говорит, не начинай строить, пока не сел и не посчитал. Посчитай, подумай, взвесь, походи в собрание, посмотри, твое ли это. Если да, приди к Господу, а потом поженитесь. Почему вперед жениться? Потому что есть определенные правила, когда стали двое одно, тогда уже он или она, кто бы то ни был, не может настаивать только на своих условиях. Они равны в том, чтобы настаивать на условиях. И тогда он или она, то есть христианин уже потерял. Вот это преимущество решат, он потерял. Теперь нужно с ней или с ним считаться. И я бы был категоричен. Нет. Кто-то скажет, а вот у нас получилось. Слава Богу. Это огромная милость, если Бог не христианина, не христианку привел все-таки. Это огромная милость. Но на это рассчитывать, это равносильно тому, что я буду разбойником и в последний момент скажу, Боже, будь ко мне милостив. Это один из тысячи шансов. Я на это не советую рассчитывать. Я поддерживаю категоричность Петра. Писание говорит очень ясно. Там нет никакой двухсмысленности. Там сказано, прежде всего, прежде всего, в любом числе брака. Ищите Царство Небесное, все остальное проложится к вам. Место, которое было уже процитировано, если даже останется одна, то может снова выйти в брак, но только в Господе. Это подчеркнуто, только в Господе. Дальше. К евреям. Брак у всех, без всякого исключения, да будет честен и ложа непорочна. Брак это не только роспись в ЗАГСе, это еще обязанность, это еще ответственность. Теперь, это еще прообраз Христа и Церкви. Подожди, человек говорит, я не готов дать обет Богу, услужить Богу, но я готов дать обет верности жене или мужу. На каком основании? Как они будут верны друг другу? У них нет обещания перед Богом. Они не в завете с Богом. Они не готовы взять на себя обязанности по отношению к Христу, чтобы исполнять его воли, исполнять его заповеди. Муж не готов, чтобы его главой был Христом, но он хочет быть главой жены. Но он сперва должен над собой иметь главу Христа. Я категоричен в этом вопросе. Первым делом должен человек наладить отношения с Богом, потом искать отношения в браке. Я нахожу по Писании, что нигде не разрешено по Библии, чтобы верующий вступал в брак с неверующим. Если подтвердить это местом Писания, то когда-то Тавид, давая наставление своему сыну, хотя то было немножко другое время, я думаю, но он говорит, все они брали из своего родства и были благословены в детях. И вот поэтому сегодня, конечно, очень среди братства или братьев, я знаю очень много вопросов, что такое брак в Господе. Я могу это подтвердить, конечно, только историческими данными, что когда Игнатий, по истории один из избранных учеников Иисуса Христа, писал Поликарпу, то он там пишет, что брак в Господе считается тот, который утвержден епископом. Или, я сейчас, может, не точно выражу, согласен или согласен, по-моему, епископом, или подтвержден епископом. В то время епископ и пресвитер, это была одна должность, и поэтому вот это считается, потому что люди сегодня об этом очень много говорят, что значит брак в Господе. Есть один жизненный пример, я не буду называть имени, потому что тут многие знают, что это было, но чему я был свидетель в этом вопросе? Значит, был один человек, у него была жена, первая жена у него умерла, он хотел брать вторую. Наши братья в то время ему советовали, чтобы он брал из своего понятия. А он говорит, он был немножко такой националист, и он говорит, если я не возьму немку, возьму русскую, она будет меня обзывать фашистом. Но взял он немку, взял из адвентистов, и у них говорят, мир был до первой субботы. А чему я был свидетелем в этой семье? В этой семье тоже, по-моему, было семеро детей. И мама меня однажды дала три литра молока, чтобы я отнес в эту семью, потому что она жила очень бедно, эта семья, он еще был инвалид, и была, жила очень бедно, и я отнес им это три литра молока, это было еще в моем детстве, и он собрал детей и говорит, детки, давайте помолимся. Мы встали на молитву, жена во время молитвы подошла и подняла с колен всех детей, увела за собой. И, конечно, а это было вроде бы очень близко, а мы сегодня говорим о, значит, неверующих, даже из другого понятия или из другого вероисповедания. Это очень большая проблема, и поэтому, когда мы принимаем людей в члены церкви, особенно молодежь и неземейных, то мы с ними проводим эту беседу и говорим или объясняем, кого они имеют право брать в жены и за кого они имеют право выходить замуж из людей, которые очень близкие по вере и по понятию. То есть вывод такой, что самое лучшее это брать из своей церкви или из своей динаминации. Да, а с неверующими это вообще исключено. И проводят еще такой пример. Вот смотрите, даже по Писанию муж считается сильнейшей. Все-таки жена это немощный сосуд. И я провожу молодым тогда такой пример. Я говорю, вот допустим, если муж стоит на высоте, допустим, на столе, а жена находится внизу, кто кого муж ее поднимет на стол, и она его стянет. И почему-то мне все говорят... Если муж на столе, то это уже сильный муж. То все говорят о том, что, конечно, жена его вперед стянет, чем муж ее поднимет на высоту. И поэтому я считаю, с неверующим брак вообще исключен. И все-таки наши братья и сестры, или молодежь, мы должны учить и наставлять, чтобы они брали из своего братства. Хорошо, это мы говорили, если люди выросли в церкви, если это, скажем, становились детьми, молодежью. А что делать, например, если человек покаялся, да? Пришел в церковь, покаялся, ему понравилась церковь. А у него жена или муж неверующий. Как ему быть? Он счастливчик, если его вторая половина, или она счастливая женщина, если ее муж позволит ей быть христианкой, верующей, это будет очень сложно. Это будет очень сложный тенден. Но если он разрешит ей ходить в собрание, и останется жить с ней, это большое дело, это большая милость Божьей будет. Будет очень сложно. Разводиться ни в коем случае она, как верующая, не имеет права. Есть, я сказал, ни в коем случае извиняюсь, есть, Христос говорит, кроме вины любодеяния. Если вина любодеяния будет, но опять же, Давид уже сказал, он пред Богом ни в чем не связан, для него это не, он не обязан ничего держаться. Это очень сложный вариант. Но есть случаи, я знаю, и вы знаете случаи, где муж или жена уверены, и ему сразу или ей поставили железные условия. Или я, или Бог. И когда человек выбирает, нет, Бог, он остается один. А мы говорили одному, тяжело, очень трудно. И это очень сложная ситуация. И поэтому, если цель оставаться, он, скажем, она верующая. Вот Павел берет такой вариант. Она верующая, он не верующий. Казалось бы, нужно его моралью долбить, долбить, чтобы добиться. Нет. Он говорит, житием жены без слов. Это очень трудно. Не говорить много, а жизнью показать и приобрести его. Фактически, я всегда говорю, это единственный шанс неверующего мужа привезти к Господу, если жена умерла. Без слов. Не надоедать, не пилить, не толкать ему Библию под нос, на, почитать, а жизнью показать. Он придет. И этот случай есть. Павел это написал. Так как я был очень категоричен, когда я сказал, что я не понимаю, не вижу брака христианина с неверующим, то я скажу, я вижу несколько путей, как может оказаться такая ситуация, где верующие с неверующим живут все-таки в браке. Первое, это если одна сторона уверовала, как был задан вопрос. Второе, если один перестал быть верующим. Это тоже может быть вопрос. То есть, были два верующих человека, муж и жена, и человек решил не быть больше верующим. Я знаю еще и такую ситуацию, лично знаком был с этим человеком, где он, будучи неверующим человеком, находясь в тюрьме, его жена его просила, оставила его. И в это же время в тюрьме он столкнулся с верующими людьми и видел, какую верность верующим людям оказывали жены. И он сказал, вот выйду из тюрьмы, женись только на верующей. Он после этого вышел из тюрьмы, пришел в церковь, это была определенная деноминация, ходил на собрания, принял крещение, женился на сестре и как только поженился, сказал, я женился только ради того, чтобы жениться на тебе, я по сути дела неверующий человек. То есть, она оказалась в ловушке, просто в реальной ловушке, где он был неверующий, она была верующая. Петро уже сказал, это тяжело, это нелегко. Библия говорит, что если неверующий хочет жить, ты должен оставаться жить, ты не можешь искать развода. Но в то же самое время это всегда будет трудно. Во всех ситуациях, которые я знаю, люди находятся в таких ситуациях, или же если они в разных деноминациях находятся, сложно, потому что воспитание детей, молитвы, собрания, случаи, которые я знаю, в нашей церкви это происходило, когда один молодой юноша полюбил девушку, им был задан вопрос, вы хотите до брака определиться, где, в какой церкви, как вы будете вместе? Такая любовь была, они ни о чем не думали, нет, мы все решим после брака, но в одной церкви им брак не дали, в другой церкви им брак не дали, они нашли тот, кто им дал брак, все равно это было сделано. После этого получилось, он тянет в субботу на собрание, она тянет в воскресенье на собрание, итог был очень печальный в этой семье, просто печальный. Поэтому, что нужно делать? Быть светом. Вот быть светом, если ты уже оказался в такой стороне, ты христианин, христианину есть право, ты есть город, стоящий наверху горы, ты есть свеча в этом сосуде, ты должен быть светом, ты должен все сделать для того, чтобы твой неверующий, вот как написано, добыть те из них, которые не покоряются житьем приобретенным. Быть светом, это, скажем, такая более обширная фраза, более практичные такие действия, молиться, поститься, более практичные. Один из очень простых, скажем, молиться, поститься, это тоже общая фраза. Вот, слово Божие говорит, то угодно Богу, Павел пишет, чтобы жены были кромкого и молчаливого духа, что благоугодно Богу. Когда Павел говорит, чтобы без слов приобретала, вот это он имел ввиду, кромкого и молчаливого духа. Это первое условие. Второе условие, практическое, мягкий язык, переламывает кости. То есть, если она начинает пияриться тем, что она верующая, что она знает, что она понимает, или он, я не делаю разницы, в этом случае, мужчина, женщина для меня без разницы. Тогда он никогда не имеет шансов приобрести человека Господу. Если бы Христос перед нами бы выставлялся, нас бы унижал и оскорблял, и пиярился своей святостью, мы бы к нему не пришли. Но он говорит, я тебя люблю, когда ты для меня не сделал ничего. Ты грешник, а я тебя люблю. Я тебе дал шанс, хочешь, пользуйся, не хочешь, как хочешь. Я с тебя сейчас ничего не требую. Вот это, вот именно любовь, это вот свобода, скажем, в семейной жизни, когда верующий должен приобрести неверующих, только это самый надежный вариант, потому что об этом говорит Писание, Павел говорит, Христос нам это продемонстрировал. Мы говорили вначале Христос и Церковь, точно так муж и жена, вот он пример. Братья, был один такой пример, это в моей жизни. Я приехал в одно место и встретил там своего земляка. он был неверующий, а жена у него была верующая. Я попал к ним и он меня, вы знаете, принял, ну как родного сына, он был намного старше, чем я. И получился там один такой случай, мы с ним, это было летом, это было тепло, мы с ним стояли, разговаривали, он вышел в майке, майке так, и вот подходит к нему жена, вы знаете, вот так наотмашь, как шлепнет его по животу и говорит, что ты распустил здесь свое брюхо, мне там, ну наверное, было на месте провалиться, а вы представьте, как ему было, и он мне потом говорит, если бы жена и сын поступали бы со мной по-другому, я может быть давно был бы верующим, и я все-таки смог его уговорить, и мы пошли с ним на собрание. А сами жена и дети были верующие? Жена, член церкви, по-моему, сын в то время был член церкви, мы все-таки пошли с ним на собрание, и это было, наверное, первый и последний раз в его жизни. Вот так он мне сказал, я им потом сказал, измените свое отношение, я и сказал, к мужу, а ему сказал, измени свое отношение к отцу. Они были не дорогой к Иисусу Христу, а, можно сказать, препятствием ему, чтобы прийти к Иисусу Христу. И поэтому есть, смотрите, еще одно место такое в Писании, вот Давид провел, да, я согласен, два случая, которому это подходит. Вот в греческом, я всегда не понимал одно место, почему сказано, если неверующий хочет развестись, пусть разводится, к миру прозвал нас Бог. Значит, не ругайся, не плачь, или к какому миру, в какому миру вот это все относилось. Когда я прочитал это в греческом переводе, там изменена одна буква. Не к миру, а в мире призвал Господь. Значит, смотрите, он одного человека призвал, а другого не призвал. И вот поэтому может быть верующий или неверующий. Или человек может стать неверующий. Это тоже может произойти в себе. Но чтобы верующие выходили замысла неверующий, это наш предыдущий вопрос, да, такое не может быть, потому что Бог нигде такое не разрешает. И вот тогда, смотрите, когда случаются вот эти случаи, сколько нужно действительно вот этой половине, чтобы без слов приобретаемы были. Но тут работает, я вижу, один механизм. Вот почему всегда жена думает или муж думает, что он лучше сработает, чем сработает Христос. Если без слов приобретаемы были, там должен работать Христос. А если слова работают, тогда она считает, кто работает, жена работает. И вот возьмите даже такой хороший библейский пример, я часто людям провожу во время беседы. Если бы Сара сказала Аврааму, да меня Бог открыл, да я лучше знаю, да я лучше понимаю, Бог бы работал с Авраамом, так как с ним сработал. Но я думаю, Сара сказала, а потом дала место работу Богу. И когда Бог сказал, Аврааму очень тяжело было послушаться с Сарой, потому что да он мог сказать, это не Сарин ребенок, это мой ребенок. Но Господь сказал, послушайся, голосы жили твои и отправь Агарь. И он это сделал. А когда Сара говорил, он не хотел это сделать. И поэтому часто люди работают сами, где надо дать работу Богу. И вот та жена, которая без слов это делает, она дает работу Богу, а которая это со словами делает, с упреками, с укорами, да я сколько с тобой говорю, а ты не понимаешь, это же все реально сегодня происходит в нашей жизни. И поэтому очень бы хотелось, чтобы если есть, да, это проблематичные семьи, чтобы они дали место работу Богу, жили правильной жизнью, дать место, чтобы работал Бог, и семья может обратиться к Богу. Мирослав, что ты добавишь? Я знаю, ты занимаешься душепопетительством, что еще рассуждения братьев ты добавишь? Есть разница в том, что если мы говорим, как созидаются семьи, если мы говорим о детях верующих родителей, которые начинают заглядывать в мир, то, конечно, Павел об этом говорит, что не стоит этого делать, ты обречен на неудачу. Но когда человек уже на самом деле живя в мире обращается к Богу и Павел ясно говорит о том, что если муж или жена не согласны с жительством, то он не имеет права разводиться, то есть он должен оставаться жизнью, и жизнь свою просто привести человека к Христу. Это нелегкий труд, но все-таки встречается в наших церквях, где люди на самом деле обращаются к Богу, и благодаря житию жены или житию мужа, та или другая сторона принимает Христа служа Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok